Я писала в группе ВК, что сегодня у нас будет с вами вот такой вот видос, так что поехали. В общем, как вы знаете, я рисую комикс, только во сколько я уже его рисую? Год, два, может быть, аху его знает. А, ну и да, я матерюсь. Если буду делать такие новостные видео, то, к сожалению, вам придется привыкать. Хреново быть вами. Короче, не то чтобы мне прям много или немного осталось, но в скором времени комикс выползет на свет. Как мы, после самоизоляции. Или после гостей из своей комнаты. Кому как виднее. Короче, я начинаю выпускать арты с персонажами комикса. И к тому же, несколько из них уже такие показались на свет. А именно, Эрис, Темпест, Робина и... Ха! Ха! Не-е-е. Это, пожалуй, на потом оставлю. Короче, эти персонажи будут иметь свою роль в сюжете. Кто-то большую, кто-то нет. Но, тем не менее, все они часть своего мира, у которого есть свой... В общем, у каждого будет своя роль. Хреново прописывал сценарий. Однако, ну вы же понимаете, что это не все персонажи. Если вы это помните, то вы просто умницы. Охуенно быть вами. Чего уж тут поделать. Не то чтобы мной. Так вот, у меня есть уже готовый график с выходом видеопредставлений главных героев. А в конце... Как только последнее дитя моего воображения покажет гордочку, я выпущу видеоанонс. Или видео итог. В душе не ебу, как это назвать, короче. Это будет итог, когда и где именно ожидать плод моих страданий. Столько бессонных ночей. Бесконечная кружка пива, в смысле кофе. Зеленого чая. И мучительная прописка персонажей. Все это будет выпущено. Ну, а пока только ждать. Короче, подрубайте режим хатика. Я вот правда не знаю, может это хоть кому-то понравится. Я почему-то привыкла ждать только самое худшее вообще. Так что не знаю, может быть кому-то это и зайдет. Не знаю. Это вроде бы все, что я хотела сказать. А, ну я конечно могу там чисто для разогрева вашего. Подогрева интереса к этому. Показать одну страничку. Ну, потому что я могу себе это позволить. Да. Я вот, не буду говорить какая-то страница по номеру. Потому что я забыла. А также, вот, кстати, вне сценария хотела спросить. У меня есть 10 персонажей, которые хотелось бы вам показать. Но дело в том, что их не будет в этом комиксе. Они появятся в дальнейшем. Я, наверное, жестко спалилась этими словами. Ну да ладно. В общем, стоит ли мне их отрисовать вне палитры? Ну, просто вот интересно, стоит ли мне заморачиваться, тратить на это время и показать их. В конце концов, это такой небольшой прогресс для меня. Потому что таких существ я еще не рисовала. Но, в общем, отпишите, стоит ли мне делать, причем, отдельный плейлист с ними. И подзапариться и красиво их нарисовать. Отпишите поруч. Или просто забить на это. И ждать, когда они появятся в дальнейшем. Дело в том, кстати, что я хотела сделать вот какую штуку. Ну, как я до этого и говорила, что спалилась. Комикс MyJosemindDay будет не единственный. И я вас удивлю, я до этого еще писала про комикс Идеальный Охотник. И он тоже будет не последним. Там будет своя вселенная. Построена на моем больном воображении. Низкая самооценка а-ля мое все. В общем, я хотела сделать вот что. Перед выходом определенного комикса, на данный момент MyJosemindDay. Кто не знает английский, мой судный день. Спасибо переводчику Google. Каждому комиксу будет выпускаться пачка видео с представлением персонажей. Как я и говорила, комиксу, этому, который скоро должен выйти, выпускается первая пачка персонажей. И непосредственно эти персонажи будут иметь чуть не ли главную роль в самом сюжете этого комикса. То же самое будет с Идеальным Охотником. То есть будет пачка персонажей, которые будут главными героями. И возможно, я еще буду выпускать не только персонажей, но и местоположение в комиксах или животных. Вот с Идеальным Охотником, пожалуй, будут не только персонажи, но и различные местности с животными. Потому что они там будут играть огромную роль. В плане моего судного дня я не знаю, стоит ли это делать. Хотя места там есть красивые. Над этим я в принципе постаралась как-то придумать что-то. Но не знаю. В графике у меня, конечно, такого нет. И это прям-таки меня, конечно, радует. Но у меня имеются пробелы. То есть сейчас не начнется штамп именно главных героев. То есть между ними будут и другие видео. Так что не надо пугаться или там что-то там. Это самое. В общем, как только последний персонаж покажет мордочку на свет, выпускается видео, в котором я расскажу, где можно будет найти комикс. И непосредственно публикуется комикс. Это в принципе все, что я хотела сказать. Да. Ну вот и весь итог. А вот прощания я не продумала. Ладно, по пизделке мы заканчиваем с вами. А, удачи, здоровья. По своей шкуре могу такое желать. Всего хорошего. Чао. Спасибо.